Видео подготовлено специально для сайта online-gdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы с вами выполним 335-е упражнение. Прочитаем задание. Используя подходящие по смыслу предлоги, составьте и запишите словосочетание. Над зависимыми существителями напишите сокращенно падеж. Предлоги заключите в прямоугольник. При затруднении обращайтесь к толковому словарю. Итак, давайте с вами выполним задание. Рассказал о недостатках. Предлог О. Предложный падеж. Указал на недостатки. Винительный падеж. Упомянуть о недостатках. Предложный падеж. Остановился на недостатках. Предложный падеж. Увериться в невиновности. Предложный падеж. Поверить в невиновность. Винительный. Уверенность в правоте. Предложный. Вера в правоту. Винительный. Убеждение в правоте. Предложный. Убедиться в правоте. Предложный. «Контроль за работой» творительный, «контролировать работу» винительный «Оплатить проезд» винительный, «заплатить за проезд» винительный падеж Также необходимо ответить на вопрос, в каких словосочетаниях связь между словами выражена только с помощью окончания Это словосочетание «контролировать работу», «оплатить», «проезд» На этом все, больше видео вы можете посмотреть на нашем канале а если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание!